В Самаре увидели красоту по-японски, встреча, традиции и эксперимента в одном выставочном зале художественного музея. В экспозиции представлено более 30 уникальных японских гравюр 20 века, 11 художников и столько же жанров. Татьяна Пудова ознакомилась. Если на кимоно изображены ирисы, то это пятый месяц от начала года, а если цветущие сливы, то это зима. Чтение символов на японских гравюрах подобно разгадыванию сложной шарады, вне зависимости от изображаемого сюжета. Японские символы довольно сложно нами считываются. То есть мы не понимаем, почему у них там петухи летают над морями, мы не понимаем, почему у них люди в таких странах взаимодействиях. Мы не всегда можем истолковать, почему у них там какие-то аппараты на работах. Искусство гравюра появилось в Японии в начале 17 века. Художники страны восходящего солнца всегда стремились к простой композиции. Это роскошь в изысканности через душу одного цветка. Представленные на выставке 11 мастеров. Немногие, кто в наше время выполняет функции и художника, и печатника, и даже создателя бумаги. Они продолжают те традиции, культуры, которые у них сидят в генах, в крови. И поэтому, по-моему, японское искусство узнаваемо по каким-то особым своим флюидам. Секреты гравюра у каждого мастера свои. Хироэки Мияма, например, объединив традиции японской графики и живописи на сусальном золоте, создает уникальную композицию, а форт на золотой фольге. Что сегодня ни один художник в мире повторить не в состоянии. Или Тадоёсина Кабояси, художник с мировым именем. В работах использованы природные материалы. Картина красивая. И на бумаге выглядит, как картина, как будто живая. Несмотря на то, что они взаимствовали многое с Европой, они оставили очень многое своего. Мне сложно это понять, узнать, поэтому лично для меня оно мало понятно. Внимательный зритель найдет среди гравюр и прототипа комиксов манго. И первые рекламные афиши, и просто пейзажи с традиционной японской недосказанностью. Главное – это момент созерцания. Татьяна Пудова, Андрей Марков, Новости губерния.